Здравствуйте, поступил вопрос, что бы вы могли порекомендовать для улучшения питания головного мозга? Ну, начать ответ следует с того, что категорически надо не рекомендовать, а проще говоря, вообще надо запрещать по-хорошему. Ну, прежде всего, хотя я это набил, наверное, всем уже раскомину, это алкоголь. Алкоголь является цитотоксическим ядом, то есть воздействует как отравляющее вещество на уровне клеток. И то, что проходит через печень, то, что, собственно, вызывает опьянение, наносит непосредственный удар по головному мозгу. Гибель клеток мозга при приеме алкоголя совершенно очевидно доказана многократными исследованиями. Второе – это курение. Прием никотина также наносит непосредственный удар по клеткам головного мозга. Причем, если алкоголь еще проходит через печень и хотя бы частично обезвреживается, то никотин поступает практически через легкие напрямую в кровь и попадает клеткам мозга напрямую. Вот эти два фактора сами по себе уже гораздо более опасны, чем любое неправильное питание, по крайней мере, для головного мозга. Тем не менее, что бы нам такого покушать? Опять-таки, что кушать не стоит? Или, точнее сказать, что следует ограничить. Да, это, как обычно, чересчур жирная, чересчур жареная, чересчур сладкая пища. Здесь речь даже не идет о непосредственном питании мозга или профилактике заболеваний головного мозга. Здесь речь идет о том, что избыток жира, особенно насыщенных жирных кислот, идет избыток жареного, избыток сладкого, ведет к повышению массы тела, идет к нарушению обмена веществ, идет к накоплению холестерина, ведет к развитию атеросклероза, в том числе атеросклероза головного мозга, который является наиболее частой проблемой у наших сограждан. Поэтому рекомендовать можно здоровое питание. Я не буду сейчас повторять, что такое здоровое питание, об этом написано и рассказано огромное, просто совершенно количество раз. Об этом есть масса информации, как в интернете, так и в печатных источниках. Обращу внимание на то, что если вас интересует поддержка именно головного мозга, то надо обратить внимание на содержание фосфора в продуктах питания, на полиненасыщенные жирные кислоты. Но, опять-таки, это не какая-то специфическая диета для головного мозга, это просто здоровое питание. Да, больше зелени, больше клетчатки, меньше сладкого, жирного, больше рыбы, меньше мяса, меньше белого хлеба, больше хлеба черного или с отрубями. То есть, это, опять-таки, классика, это все есть. Какие витамины имеют значение? В большей степени для нервной системы имеют значение витамины группы В, витамины-антиоксиданты, такие как А, Е, С и Д, и такой микроэлемент, как магний. Опять-таки, принимать их в лекарственных дозировках, наверное, не имеет смысла. Все эти препараты содержатся в биоактивных добавках для пищи, в разных добавках. И если вы интересуетесь именно питанием, а не лечением, то разумнее принимать, наверное, все-таки их. Если вы чувствуете какое-то недомогание, то следует обратиться к врачу, и он уже назначит вам медикаментозные препараты, потому что ошибочно считать, что прием витаминов является просто каким-то совершенно безобидной, безвредной мелочью, которую можно себе позволить, совершенно никак не оценивая состояние своего здоровья. Аминокислоты, которые являются наиболее важными для питания головного мозга, это, собственно, две и более таких доступных нам в аптеках аминокислоты. Это глицин и лицетин. Глицин продается в виде препарата, его можно совершенно свободно купить. Нельзя сказать, что он прямо излечивает, но именно в профилактических целях, именно для поддержки нервной системы, его вполне можно принимать. Лицетин встречается практически исключительно в составе различных биодобавок, и вот как раз-таки эта форма является, наверное, оптимальной для профилактики, для питания. Еще раз подчеркиваю, биоактивная добавка к пище – это именно добавка к пище, точно так же, как любая другая приправа или соль. Не более того, не лекарственный препарат для лечения не используется. Используется только для того, чтобы это лечение, может быть, не понадобилось или понадобилось как можно более позже. Добавки, опять-таки биоактивные добавки с гингобилобой. Это препарат, который, это вещество, которое улучшает кровоснабжение головного мозга. Есть лекарственные препараты, такие как Танакан. Должны, естественно, использоваться по назначению врача. И есть биоактивные добавки с содержанием гингобилоба, которые вы можете принимать без назначения врача. Опять-таки, для поддержки мозга это хорошо. Также для поддержания состояния головного мозга максимально хорошего важно полноценный сон. Но, опять-таки, это набило уже все московь. Но да, спать надо достаточно. Сколько достаточно? По-разному. Для кого-то бывает достаточные 4 часа, но обычно это, как правило, 7-8 часов. Надо учитывать еще и в какое время вы спите, потому что, к сожалению, наше время на данный текущий момент очень сильно отличается от астрономического. И это сильно сбивает биоритму всем жителям нашей страны. Тем не менее, по возможности постарайтесь спать адекватное количество времени. Столько, сколько вам необходимо, чтобы чувствовать себя выспавшимся. Ложиться спать, опять-таки, лучше в одно и то же время. Спать одинаковое количество времени, вне зависимости от того, у вас рабочие дни, отпуск, отдых или трудовые будни. Также важное для поддержания состояния головного мозга – это его тренировка. Если мы говорим о тренировке головного мозга, то подразумевается занятие теми видами деятельностей, которыми вы не занимаетесь постоянно. То есть, если вы на автомате можете делать арифметические задачи, математика для вас не является нагрузкой. Если вы на автомате пишете статьи по медицине, то написание статьи по медицине для вас интеллектуальной нагрузкой не является. Наиболее распространенным вариантом, наиболее, может быть, рекомендуемым даже вариантом интеллектуальной нагрузки является изучение иностранного языка. Причем не того иностранного языка, которым бы овладевали, ну, я надеюсь, овладели в школе в какой-то мере, а какого-то языка, с которым вы вообще никогда не сталкивались. Возьмите и выучите турецкий язык. Ну, или хотя бы не выучите язык. Это может быть слишком сложно. А просто возьмите себе за правило каждый день выучивать 3, 4, 5, 10 слов на этом языке, которые вам больше нравятся. Это будет очень неплохой зарядкой для головного мозга, что, безусловно, поддержит его состояние. Вот это то, что можно порекомендовать, то, что можно сказать в качестве профилактических мер, ну, в том числе и питания для головного мозга. Естественно, если какие-то проблемы есть, то надо заниматься уже не профилактикой, надо заниматься лечением, а для этого надо обращаться к специалистам. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.